Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы События. С главными темами уходящего дня познакомлю вас я, Анастасия Рудая и мои коллеги. Итак, сегодня выпуски. В школу с добрым сердцем. Личане смогут принять участие в республиканской благотворительной акции. Предшкольная суета только в радость. Павильон скоро в школу приглашает за покупками. Уволил незаконно. Ответь! Суд Литского района вынес приговор руководителю одного из хозяйств региона. Неудачный старт. Хоккейный клуб Лида в первом матче Кубка Солея уступил столичной юности. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рика Кригера. Напомним, Кригера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса. Он был приговорен судом к исключительной мере наказания. Кригер обратился к президенту Беларуси с прошением о помиловании. Главое государство с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании. Пренеприятнейший вопрос в судьбе и жизни президента, получивший очень серьезное звучание. Кригер Рика, гражданин Германии, оказывается, только в 1993 году родился судом, приговорен в Беларуси к исключительной мере наказания. По нашей конституции и законам последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента – это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать. Я хочу просто с вами в этом плане, ну не то, что можете посоветоваться, но услышать ваше мнение. Вы, люди, непосредственно причастны к рассмотрению этого дела. И следователь наш, и адвокат, который, я так понимаю, защищал Рика Кригера в суде. Ну и человек, который первый мне доложил о том, что у нас совершено соответствующее диверсионное действие, которое, к счастью, не привело к гибели людей. Ну и не только там, насколько я знаю, суд вменил ему в вину не только это правонарушение. Услышать мнение каждого. Напоминаем, что с 20 июля по 1 октября Национальным центром законодательства и правовой информации проводится сбор предложений граждан и организаций по проблемным вопросам законодательства, связанным с избыточностью регулирования и коллизионностью постановлений правительства и ведомственных актов. Направлены эти мероприятия на совершенствование законодательства. Все поступившие предложения будут изучены экспертами центра и обсуждены в специально созданных рабочих группах. Информация о проведении сбора размещена на Национальном правовом интернет-портале. Продолжаем выпуск. 1 августа в Беларуси стартует ежегодная благотворительная акция в школу с добрым сердцем, инициатором которой выступает Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Как и всегда, присоединится к ней и лично. У желающих поддержать акцию есть больше месяца, чтобы оказать помощь при сборах в школу детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Оставить купленные канцелярские и спортивные принадлежности, учебные пособия, школьную одежду, обувь и другие необходимые вещи можно в специальных коробках для школьных подарков. Они будут находиться в магазинах «Книжный мир» и «Дом торговли». Пункт сбора школьных принадлежностей будет открыт также в Литском райкоме БРСМ по адресу улица Советская, 9. Стать причастной к доброй миссии можно до 5 сентября. Подготовиться к новому учебному году традиционно помогает павильон «Снова в школу», расположенный на площадке у Дома торговли на улице Ленинской. В нем, как и каждый год, представлен широкий ассортимент канцелярских принадлежностей и школьных товаров. Подробнее в следующем сюжете. Горячая пора для школьников еще только через месяц, а вот для родителей уже началась подготовка к предстоящему учебному году. Тетради, краски, карандаши, ручки и это далеко не весь список того, без чего не обойдется ни один школьник. На предшкольной дистанции дел очень много. Именно поэтому в семье Олекса подготовка начинается заранее. Старшая дочь Агата перешла в восьмой класс, младшая Доминика в третий. Учиться в школе, говорят девочке, нравится, но еще больше готовиться к ней, выбирая канцелярию и школьную форму. Дети уже ждут учебный год. По традиции приходим, как и каждый год, сюда, в павильон дома торговли. Стараемся сразу закупиться все целиком, чтобы не ходить несколько раз. Сейчас пришли уже за всем, за тетрадками, дневниками, обложками, все. В этом году вот наш малыш идет в детский сад, поэтому и ему будем уже присматривать что-то. Мне в плане школьной формы проще, у меня старшая дочка кадет, поэтому у нас форма само собой уже имеется. Только вот средней нужна форма. Ну вообще, наверное, больше времени все-таки уходит на подготовку непосредственно канцелярии. Как-то с формой проще. В тетради, наверное, и ручкой вот это самое разнообразие. Которое можно выбрать. Я очень жду начала учебного года, я очень люблю учиться. Широкий ассортимент товаров в павильоне «Скоро в школу» привлекает не только школьников, но и малышей. Младший брат девочек также активно участвует в подготовке. Карандаши, краски, трафареты для рисования, фломастеры и цветная бумага. Все это привлекает и маленьких посетителей павильона. Дизайн школьных принадлежностей радует разнообразием, однако главным украшением любой тетради или дневника станут хорошие отметки. А вот, пожалуй, один из важнейших пунктов в подготовке к учебному году – выбор школьного рюкзака, с которым будет удобно и комфортно. Именно поэтому павильон «Скоро в школу» предлагает широкий ассортимент этого товара. Есть здесь как бюджетные варианты от 30 рублей, так и варианты подороже, с анатомически правильной спинкой, стоимостью порядка 120 рублей. Такой удобно и на пиджак, и на теплую куртку надеть. Товар в нашем павильоне всегда пользуется спросом. Как-то в школу дети хотят, а родители стараются собрать по максимуму. Сейчас идут скидки у нас по Галантее, это по портфелям начальная школа, средние классы и старшие классы. Старшие классы идут более такие современные по портфелю, в виде для девочек как сумка, а для ребят как рюкзак спортивный в основном как-то. Самый ходовой товар – тетради на 12 листов. Здесь они представлены в ценовом диапазоне от 21 до 50 копеек. Удобной и практичной покупкой станет набор обложек для книг по классам – от 1 до 11. Стоит такой от 4 рублей 23 копеек до 10 рублей 72 копеек. В нашей палатке представлен полный ассортимент для школы, начиная от дневника, как у любого ученика, заканчивая всеми тетрадями, которые нужны. Ручки, карандаши, фломастеры. Берутся сейчас пропускная способность в классах и берутся пропуски еще, футляры для пропусков, расписание уроков. Павильон скоро в школу работает всего неделю, но уже принял немало покупателей. Кто-то приобретает школьную канцелярию – чехлы для пропусков, а кто-то выбирает яркие мелочи для школы в качестве сувениров для друзей. Я приехала с Латвии подготавливаться к школе в Лиде. Я уеду в Латвию, потом в школе там буду. И я сегодня тут покупала, ну, для пропуска, еще для друзей ручку купила для своего друга, для двух девочек-подруг купила, ну, тоже подарки купила. Одной девочке я купила блокнотик, а другой такую ручку с медвежонком. Моим друзьям будет приятно, что я привезу из Беларуси. С комфортом выбрать комплект школьной формы можно на втором этаже магазина «Дом торговли». Там представлен широкий ассортимент блузок, рубашек, брюк, юбок и многого другого. Здесь можно воспользоваться примерочной и выбрать для себя подходящий вариант. А благодаря постоянно обновляющемуся ассортименту покупки по душе тут сделают даже самые утонченные модники. Предшкольная суета – это всегда волнительно, и чтобы сборы к новому учебному году оставили в памяти лишь положительные эмоции, павильон скоро в школу предлагает широкий ассортимент товара. Оптимальные цены, а опытные отзывчивые продавцы всегда помогут определиться с выбором и ответят на все вопросы об ассортименте. Более тысячи наименований товаров, дневники нового образца в твердой обложке, ручки, ластики, клей, пеналы на несколько отсеков, подставки для книг от пластмассовых до железных. Все это и многое другое можно приобрести в павильоне скоро в школу на площадке у «Дома торговли». Павильон приглашает за покупками с 10 до 19 часов ежедневно, без выходных. Продолжит свою работу по 1 сентября включительно. К другим темам. Незаконное увольнение работника ударило по карману нанимателя. В ходе судебных разбирательств установлено, что руководитель одного из хозяйств Литского района не своевременно подписал приказ об увольнении и задержал выдачу трудовой книжки, за что ответил по закону. Проверкой установлено, что работник предприятия в судебном порядке оспорила незаконное увольнение и сельхозорганизации. Решением суда требования последней удовлетворены из сельскохозяйственного предприятия в пользу работника взыскан средний заработок за время вынужденного прогула, а также государственная пошлина в доход государства. Согласно материалам гражданского дела, увольняя работника, руководитель предприятия допустил нарушение требований действующего трудового законодательства. А именно, не своевременно подписал приказ об увольнении, а также не своевременно выдал работнику трудовую книжку. Руководитель предприятия в добровольном порядке сумму ущерба не возместил. Согласно статье 245 Трудового кодекса Республики Беларусь, суд возлагает на должностное лицо, виновное в незаконном увольнении обязанность возместить ущерб, причиненный в связи с оплатой за время вынужденного прогула. С судом Лицкого района требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не обжаловано, не протестовано и вступило в законную силу. ДТП с велосипедистами и пешеходами – проблема актуальная. С начала текущего года на территории Лицкого района произошло 7 аварий с участием велосипедистов, еще 2 – с участием пешеходов на средства персональной мобильности. В этих ДТП погибло 2 человека, 7 получили травмы различной степени тяжести. Чтобы предупредить такие случаи, сотрудники ГАИ проводят профилактические мероприятия. С 22 по 31 июля сотрудниками отдела госавтоинспекции Лицкого РОД проводились профилактические мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения. Ежедневно наряды ДТП осуществляют надзор за безопасностью дорожного движения. Особое внимание инспекторов уделяется пешеходам, велосипедистам и пешеходам, которые используют для своего передвижения средства персональной мобильности. За период проведения профилактической акции сотрудниками отдела госавтоинспекции Лицкого РОД было выявлено и пресечено 203 факта нарушения правил дорожного движения со стороны уязвимых участников дорожного движения, из которых 65 велосипедистов и 124 пешехода были привлечены к административной ответственности за нарушение правил. А также 14 фактов нарушения правил дорожного движения пользователями средств персональной мобильности. Уважаемые велосипедисты и пользователи средств персональной мобильности, управляя средствами передвижения, постоянно проявляйте внимательность и неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Пренебрежение ими может обернуться трагическими последствиями. Уважаемые водители, если вы видите на дороге пешехода либо велосипедиста, снижайте скорость и будьте бдительны при разъезде с ними. Их движение может быть непредсказуемым. Отдел госавтоинспекции Лицкого РОВД и дальше будет проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения. 235 тысяч евро пытался вывезти из Беларуси по поддельным документам гражданин Грузии. Теперь ему грозит уголовная ответственность. По факту незаконного перемещения через таможенную границу денежных средств в крупном размере Гродненской региональной таможни возбуждено уголовное дело. Случай произошел в пункте пропуска Бенекони. Следуя на легковом автомобиле Volkswagen, гражданин Грузии задекларировал 235 тысяч евро. Так как общая сумма наличных денежных средств превышала 100 тысяч долларов США, водитель предоставил необходимые для этого документы об их происхождении. Гродненские таможенники усомнились в подлинности заявленных сведений и провели проверку, в результате которой выяснилось, что деньги поступили гражданину от несуществующих фирм. Санкция статьи, по которой таможня возбудила уголовное дело, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Денежные средства изъяты до решения суда. Следующая игра Лиды будет выездной. В четверг она сыграет с Олигорским шахтером. Начнется встреча в 19 часов. У меня все. Хорошего летнего вечера. Увидимся завтра на Лида ТВ.